Самую сильную черту отличия человека от животных составляет нравственное чувство или совесть, и господство его выражается в коротком, но могучем и крайне выразительном слове «должен». Автор этого афоризма – Чарльз Дарзин. Обязательность, как качество личности, склонность твердо, без проволочек и напоминаний исполнять то, о чем была договоренность с другими, или то, что обещал сам себе. Обязательный человек умеет рассчитывать свое время, брать ответственность за свои поступки и держать данное им слово. На Руси купцы жали друг другу руки и были уверены во взаимной обязательности. Нотариусы, письменные договора им были не нужны. Слово купца было дороже золота. Устный договор для них был дороже денег. Сейчас никому и в голову не придет просто поверить партнеру на слово. Обязательность мыслима только в содружестве с ответственностью, пунктуальностью, твердостью, воспитанностью и умением четко планировать на стадии дачи обещаний. Неукоснительность исполнения даже в условиях форс-мажора – визитная карточка обязательного человека. Перечисленные проявленные качества обязательной личности свидетельствуют о волевом и сильном ее характере. В отличие от большинства людей, обязательный человек не включает при первой возможности свой оправдательный механизм. Не включает, ибо его как токового и нет. Обязательность не общается с отговорками, оправданиями, обвинениями, перекладыванием вины на других. У нее и в болтовне ума отсутствуют оправдательные и обвинительные мысли. Обязательность прежде всего жестка к самой себе. Любопытный феномен. Взяв на себя определенные обязательства, она на время забывает о собственных интересах. На первый план выходят интересы партнера. Уважая других людей, учитывая в первую очередь их интересы, она строго, сувора и иногда и крайне жестко относится к самой себе. Назвался груздем, полезай в кузов. Обязательность понимает, что обещание выполнением ценится и четко следует своим договоренностям. Слово дают для того, чтобы держать, а не для того, чтобы затылок чесать. Сокрушенно чесать затылок, сваливая вину на злой рог. Козни конкурентов. Неисполнительность партнеров способен каждый, а принять личную ответственность за свои слова способна лишь обязательность. Самоорганизацией и самодисциплиной. На него можно положиться. Он достоин кредита доверия. Обязательный человек испытывает сильное беспокойство при мысли, что у него что-то не сложится, и он подведет людей, разрушит цепочку производственных связей. При этом он обладает повышенным чутьем видеть, что в данный момент главное, а что второстепенное, несущественное. Один из поэтов-лириков, Эдуард Асадов, сам был обязательным человеком и любил людей слова. Коротко о нем. Ушел добровольцем на фронт. Был наводчиком миномета. Потом помощником командира батареи «Катюш». В 1944 году в боях за Севастополь получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Теряя сознание, он довел грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи. После продолжительного лечения в госпиталях, врачи не смогли сохранить ему глаза. И с того времени Асадов был вынужден до конца жизни носить черную полумаску на лице. Другой бы сдался перед таким поворотом судьбы. Но обязательные люди – это сильные люди. Эдуард Асадов стал поэтом. И каким поэтом? Людям слова он посвятил эти строки. Люблю человека слова. Приду и явился в срок. Я сделаю и готово. Не надо спрашивать снова. А сможет, сказал и смог. Мы лезем порой из кожи. Мы мучим себя подчас. Стремясь об одном и том же. Кого-то просить сто раз. Но часто беспечный кто-то. Лишь руки к груди прижмет. Прости. Не сумел. Заботы. Все будет. И вновь солжет. При этом всего странней. И даже смешней быть может. Что сам он терпеть не может. Трещоток и трепачей. И как только возникает вот этот двойной народ. Что запросто обещает и запросто нарушает слова. Будто воду пьет. В душе у них ни черта. И я повторяю снова. Что быть человеком слово. Бесценнейшая черта. Ведь лучшее, что рождается. От чести до красоты. Уверен я. Начинается. Вот с этой как раз черты. И тверди земной основа. Не мрамор и не гранит. А верные люди слово. На них и земля стоит. Удачи, друзья. Ой, основа. Не мрамор и не гранит. А верные люди слово. На них и земля стоит. Удачи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok